Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Так, 83 ненужные. В данный момент там посмотрим, если что, будут шансы. 84, 7 защитник, то же самое, 85 правополозащитник, они доступны дешево, за его можно 24 года тем более, вот это можно посмотреть. Так, окей, вот 86, 27 нет, нападающий, а вот это вот правополозащитник, полуправополозащитник тоже можно посмотреть. Странный защитник, я думаю вряд ли что-нибудь, а вичанин, тем более, вот из Матчейсер Сити, и вот еще тугаец какой-то, есть что-то у них особенно 30 лет, но слишком старые они уже. Вот это можно посмотреть, но воступные слишком маленькие. Ну, бывают такие, какая-то ситуация непонятная, почему вступные такие маленькие. О, 86 вратарь, аааа. Ладно, добавим в список, но я думаю вряд ли возьмем его себе. Старый, слишком, во, во, 7 месяцев до сих пор это продлится нападающий, 92 имеющий, который в данный момент у нас может к нам перейти. Ну, не купить его, купить мы его не сможем, слишком большое, но зарплата 380 тысяч, ёптой мать. Вот это придет зарплату выдавать, если же мне с ума садишь. Вратарь, вот 90 есть. Опа, она, и у него тоже контракт заканчивается, Матчейс Сити, тем более, ёптой мать. Ладно, все, хватит, так, слишком много времени потратить, потом мы посмотрим здесь еще раз, так это уже в следующий раз. Так, окей, что мы будем делать дальше? По составу это все понятно, мы уже выбрали, переходим к игре. Мы играем 21 декабря 2026 года и при этом еще в гостях. Еще при этом еще в гостях мы играем. Ну, везет и никуда, да? Опа, опа, опа. Нихуя, сразу два засчитала? Это как так, блин? Ну ладно, переходим к матчу, слышим очень комментаторов на наш стороне. Нет волнения, пришло время профессионалам вступить в игру. Мы ждем свистка к началу увлекательного сражения Челси против Арсенала. Всем привет! Говорит и показывает старион Стэнфорд Бридж в Лондоне. С вами Георгий Черданцев и Константин Геник. Будем рассказывать вам сегодня, что происходит на поле и за его пределы. Челси Арсенал, пришло время лондонского дермия. Встреча двух лондонских команд всегда приколывает внимание полейчиков во всех странах. Пусть и Челси с Арсеналом никогда не враждовали. Но мы уже привыкли видеть гонку этих команд вверху в турнирной таблице Англии. К этой игре Арсенал подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборонная игра. Да, за геймзачники с ума сойдешь. В полном порядке. Но пока догадывать конечно надо, давайте отнимем. Такой низкий рост, а отшумень просто. До свидания. Хороший счастья. До свидания. До свидании. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Перед нами состав Челси. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но, и, разумеется, вместе обороняются. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроку соперника и не мешать всем начинать атаку с первого паса. Хотят забрать мяч себе, но план заводит на них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Да, нападение у нас конечно хороша, но только просто у нас есть игроки покруче эту. Только я опять не вспомнил, не посмотрел, через сколько у меня травма закончится. И у нас прям как всегда, брать, самое интересное это разряжение у нас четко. Мы даем хороший пас, даем вперед и тут такой удар и мы забиваем первый гол на третьей минуте. Чауф у нас, я так понимаю, голевую сделал. Голевой пас. Да, поздравляем тебя с голом. Ух, ё-моё, второй гол у него. Он из Пиммерлиги на третьей минуте, быстрый гол, господа. Мяч в центре поля, Арсенал только что повел в счете. Вендель. Боя Расбальн. Тима Вернольд. Ну, ну куда такой пас давать? Ёп ты мать, а? Был опасный момент, я не спасает наши ворота. Угловой польку, Челси. Идет на угловой. А угловые мы в последнее время два последних матча пропускаем. Пропускаем. Классный пас. Есть адрес у этой передачи. Посылает мяч в вратарь. Вперед, далеко и сильно. Так, окей. Мы с мячом. Самое главное, мы с мячом. Все, основное, нам не важно. Блин, ну такой тупой пас. Ну ладно, продолжаем мы, господа. Челси нас атакует. И пока еще не опасный момент так особо не было. Только один опасный момент, конечно, но угловой ушел это. И тут мы перехватываем пас, и все замечательно. Но мяч уходит от нас. Но мы опять с мячом. Даем сюда пас, все замечательно. Ай, блядь, долго-долго держусь этим игроком мяч. Да блядь, ну это вообще просто издевательство. Это издевательство. Опа. Не, мяч остается. Удивительно. Блядь, это личный пас, как всегда. Опа. И нормально. Отдали мяч, правит Челси обратно. Вот, замечательный хороший пас. Мы продолжаем дальше свою атаку. Но только опять не продолжаем. Опять у нас перекладывает пас. И Челси у нас в середине поля ничего не происходит в последнее время. Как быстро гол прошел, и все. Мы в данный момент утихли. Опасного момента нет. А то сейчас возможно быть. Челси продолжает атаковать. Хороший пас пяткой, но дальше пас не проходит. И тут у них мяч остается до сих пор. Давай, давай, давай. Ну удар, ну что вы творите-то? Да, угловой мяч уходим, нет? Да, Челси получает второй угловой. Нифига себе, вот это был поворот событий. Лена еще пока держит свои ворота пустые. Сухими. И хороший пас. Снова пас. И тут такой удар. И выше ворот. И выше ворот. Чалов так не забивает данный гол. А шанс был отричный. А тут еще отрикошетило. Вот что тут поворот событий. Может отрикошета, может и выше ворота полетела. А так, по-моему, спор быть. Не, был очень плохой угловой. Ну мы с мячом. Все игроки Челси почему-то не оборонялись. Ну, все, конец. Сейчас у нас играет почти основной состав. Почти, потому что нападающий у нас не основной состав играет в данный момент. Все травмы имеют. Тут травмы на два месяца. Кем мне играть дальше, я даже не знаю. Блядь. Я не так хотел, но ладно. Челси у нас отбирает мяч в обороне. И мы продолжаем игру. Перехватываем, даем пас. Снова пас, снова пас у нас. На фланг. И тут навес. И на Чалово. Чалово проигрывает битву. Мы это выиграли, конечно. Но мы с мячом остаемся, господа. Нет. Ничего у нас не выходит. Ничего не стоит передача и команда теряет мяч. Хороший пас. Продолжаем мы дальше. Мы понизу решили. И тут хороший пас. Ну, давай, 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 беги. И не успевает наш игрок до мяча. Ну, что, угловой будет? Да не успевает наш игрок. Не успевает вратарь. Отбивает его спокойно. И тут уже второй никуда не сюда. Нет, удар от ворот будет. Удар от ворот, господа. Ну, что, у нас заканчивается первый тайм. Пока 1-0. Мы быстрый гол на третью минуту забили. У нас шансы были, но небольшие. Все просто супер. Замечательно. Продолжаем игру. И все. Свисток заканчивает на первый тайм. За счетом 1-0. Идут все эти гости после первой половины встречи. Да, тут ничего удивительного. Действительно, команда показывает очень сбалансированную игру. И если чуть-чуть еще поднажму, то считай победить. Ну, что, переходим ко второму тайму. Не будем терять время. Первым пасом. Хороший первый тайм. Посмотрим, что получится во втором. Да, посмотрим, что поизменится во втором. Да, все верно. Хорошо, прям супер. Чалов мяч не получает. Не получается. Надо начало его перебрать. У нас лучший бомбардир в лиге. Чалов. Да что-то у нас игрок, который был взят в этом до 80, сколько, 90, что я взял, да? Такие большие деньги. Друзья, вы поворотом кубить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Вот это пора событий. Хороший пас обратно. Да, блять. Так, у нас подсказы 26 декабря будет игра. Просто у Деста Сити. У Челси будет игра. Очень важный, наверное, будет. И тут хороший у них пас. Удар по воротам. Справляется наш вратарь. Но это нелепые пасы. Как всегда, и Чалов у нас мячом остается. А мы будем против Осворт играть. Против Восей. Следующий у нас тур 26 декабря. Как раз то уже самое в этот же день. И мы тут хотим сделать навесный у нас ничего не упал. Да, бля, замучили они меня. Уже замучили. Бля, не успеваем. Но он решил ударить издалека. И это нам плюс. И это нам плюс. Замена у Челси. Но пока мы не будем менять. Пока мы не будем менять. Мы отбиваем мяч от ворот. И Лена у нас спокойно себе это делает. И мы забираем себе его мяч. Хороший пас. Новый пас у нас. Еще один пас. И тут он догоняет до мяча. И удар по воротам. Но это было близко. Но створ не получается. Что нам опять прилагает? Ух, нифига. Правого полуозащитника на левого защитника хотят? Ну нет. Нифига себе это пару событий. Это да. Пока у нас 1-0. Ничего интересного не происходит. Пока мяч гоняет туда и обратно. И удар издалека. Ну прям с воротаря. Ну да. Здесь у нас по флангу никого нету. Потому что у нас игрок 1-3 был в атаке. Этот игрок у нас падает. Просто тупо от подката. И то продолжаем дальше игру. И тут у нас выходит он на фланг. Выходит еще он у игрока. Удар хороший. Боун Лурен отправляется. Идет мяч угловой. Слишком дофига угловых от Челси. Мы получаем данный момент. Что-то нам все... Помощник хочет, чтобы мы выпустили этого левого защитника. Прям на полу защитника. Кто-то владеет над защитника менять. Так. Угловой. Наши ворота. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Они пас решили сделать. И тут у нас отбирает наш защитник. И ваут уходит мяч. От нас. Тут река Кубок Карабай. Который мы скоро будем тоже играть. Это январе. Николас Зюльев. Из-за следующего полуфинала. Там не суперсильная команда. Уверенно сыграл на перехвате. И вернул мяч своей команде. Мы продолжаем свою игру. Пас. Снова пас. Нет, пас у нас не выходит. И разрезающий пас по хорту. Ой, это стало. Хороший момент. Хорошая попытка, но прямо в руку на хорту. Пошли последние 15 минут. Хорошо играют пас, но тут... Ну, и тут хороший Павроса будет бить. И пробил. Вернер. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Все решится в ближайшее время. Ух, какая нас ждет концовка. Вернер. Шанс-то был хороший, а, согласитесь. Обидно такое загубить в последний момент. Ну, Чалов, давай-давай, забивай. Ну, и Чалов у нас забивает гол на 85-й минуте. И, наконец, он это делает. Конечно, тут больше минуты молчания было, блин. Ну, ладно. 2-0, господа. 2-0. Мы Чалов побежали за счетом 2-0. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Поздравляем Чалов. 12-й голом. Без примера лиги. Лучший бомбардир в лиге. Вот это просто событие. Он вообще младшина. Играть нам уже некого будет нападающей, когда у нас лига чемпиона начнется и кубок. Англии еще будут перейти. Бля, е-мое. Вот это матч у меня будет как матчи. Прям с ума садюшек. Да, замечательный просто поворот событий. И тут опасный момент от Челси. Двинуто, пожар, дополнительного времени. И они промахиваются с поворотом. Да, да, да. Поворот событий не особо хорош для Челси. Избивают они гола. Могли бы уменьшить расклад. И тут он 2 минут добавляет. Там уже это осталось ни о чем. Все. Побеждаем в этом матче. А что там? 2-0. Побеждает в этой игре. Три очка мы сбираем у Челси. В общем, классический момент. Построились смотреть в лагерь. Какой путь. На 8 минут. Грали такой реальный соперник. А это всегда зашлось в России. Их будут в последние секунды. Ну и на следующую встречу отличный занят. Арсенал одерживает очередную победу. Что неудивительно, учитывая текущую форму команды. Да, тренер их должен быть доволен. Еще одно отличное выступление. Еще одна очень качественная игра в защите. Это мы все прекрасно видели. Тоже на третьей минуте быстро видели гол. Давайте посмотрим на общие сведения. Общие сведения 0-2. Ударов 8-7. Ударов 45-5. Владимир Мячу 54-46. Процент бой мяча 4-6. Что-то тихо мы отыграли. Угловые 3-1. Тоже удары 62-71. Тоже пассы 89-88%. Вот такой у нас матч произошел. Мяча тоже лучший игрок матча быть. Он дал голый пасс и забил гол при этом. Воспорт сыграл мячью. Матч Айсити 2-1. Берн Лео побеждает в данный момент. И мы более-менее пока отрываемся. Ну, это только середине, почти середине сезона. И мы переходим к тренировке игрокам. У нас есть кого потренировать. Все, рассчитываем итогов. Смотрим. Так, левый полузрочинник у нас получается 67. Да, все верно, 67. Больше у нас никто ничего не получает. Так, что у нас по новостям? Пожалуйста, Дорат, я хочу его выпускать, потому что эта игра все-таки у нас с премьер-вигом, не против Челси. А в Челси, где у нас находится в данный момент? В жопе, да? Нет, 13-й меня занимает. Нормально. 44 забили мы. Да, мы-то вообще пиздец летим. Как не знаю кто. Переди всех. Но это все еще впереди. Ну что, переходим к следующему игре. Положение по поводу паса тренера. Я отклоняю положение. Я говорю, здесь мы не будем играть за тренеров вообще. И следующий ФИ может уже самый 20-й, тоже мы не будем играть. Ну, куб я уже там выбрал, который будет проходить. Но это узнаете в ФИ-20-й. Но когда она выйдет, это через два месяца, как бы говоря. Так, просьба шеф. Что там? А спина, да, хочет у нас быть, я так понимаю? Шеф, просьба. Спина, 36 лет, и ты еще хочешь играть. Так, дойдем в состав. Тебе надо отдохнуть, дать. И тебе давайте отдохнем, дадим. Так, нападающий менять мы не будем. Цапа мы тоже поменяем. Нет, пускай остается, а это пускай меняется. Ну, пускай спин поиграет, а это в запасе посидит. Правда, спина, 83 вообще. Не, извини. Я не хочу пускать тебе данный момент. Так, левый защитник тоже меняем мы. Тебя и правый. Все. Так, пока я так сохраняю в состав, но при этом я хочу зайти к молодежке. Постоянет ли кто-нибудь есть у нас в связи нападающих? Центральный нападающий вообще. Офис ми-28 миллиона уже имеем плюс. Не то, что я хотел сделать. Я хотел, по-моему, молодежку. Походи, у нас чисто нападающих нет. Ё-моё, отчуми просто, молодежки нападающих. Очень жаль. К ней чуть позже вернемся. Ну что, переходим к игре. Эту игру я записи не буду. Выдивитесь в конце лучших моментов этого матча. Ну что, мы снова здесь. Давайте посмотрим, как лучшие моменты матча. В 26-й минуте наши врата спасают наши ворота. Хороший был удар, но он справляет спокойно. Окей, продолжаем мы дальше. Промах на 44-й минуте от Восфорта. Потом еще один сейф на 50-й минуте. Наши врата снова спасают наши ворота. Все опять возвращается на круги своя. Точнее, на четверть круга, который... И еще один сейф на 58-й минуте. Ну это лучший игрок матча. Можно сказать, блядь. Он спас наши ворота. Просто спасал и спасал. Еще раз спасал, еще раз спасал. Двойная замена от наставника. И еще один сейф. Посмотрите, сколько у нас спас просто ворота. Очуметь. Столько спасать ворота, это очуметь. Если в матч видео у вас очумели бы. Как это так можно вообще поиграть, да? И мы забиваем голсы на 76-й минуте. И даже не сыграть. Хороший пас на флоп. И это гол! Выходят они вперед! Отлично сыграли. И ничего удивительного. Они умеют это делать как-никак. Лучшая атака лиги именно в этой команде. И еще один сейф на 82-й минуте. Воротарь просто спас. Тут ошибка была. Спасает воротарь команду. Казалось бы, гол уже. И тут на 90-й минуте мы пропускаем все-таки гол. Ох, это даже плюс уже был. И тут просто воротарь не смог. И защитники просто в панике не знают, что делать. Все логично. Они очень хотели забить. И наконец-то это сделали. И все-таки влетает мяч в ворота. И это повод, наверное, сказать... Что по общей сведениям? По общей сведениям у нас 1 на 1 по голаму. Ударов 2.19. Ударов створ 2.12. Посмотрите, насколько он просто воротарь нас тащил. Это матч. Владимир 6753. Просто надо помечать. И у нас разрезился джостик. Испода разрезил джостик. Сейчас мы вернемся с этим джостиком. Так, отборов 3.5. Нарушение 1.0. Драма у нас 1.0. Овсад 1.0. Угловых 0.9. Точные удары 100%. Считает 3%. Точные удары тоже по 8.8. Вот такое у нас просто событие. Вот такой у нас матч прошел. Он не очень интересный был. Как тот, у нас ничья произошла. И матча сити тоже ничью сыграла. Сток сити. Замечательно просто. Просто замечательно. Мы пока отрываемся хорошо. Так, что по новостям у нас впереди. Игрок траммировал на 8 недель. И тут у нас, я ожидал, что будет более значимый роль. Ну, понятное дело. Просил не он, а спина. Ну, осталось еще 2 дня. Я так понимаю, у нас же концовка уже этого месяца, да. Что у нас по календарю. Да. Следующий у нас 1 января будет играть. Уже трансферы будут. И там уже посмотрим, что у нас будет дальше. Ну, что. На этом у нас мы заканчиваем эту серию. Увидимся в следующей серии. Это и прохождение. Все, удачи вам. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok